Число жертв семейного насилия увеличивается с каждым годом. Так, за 12 месяцев прошлого года было зарегистрировано 9025 случаев. Уголовные дела возбуждены по 341 случаю. На сегодня 3843 лица состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел. Во время карантина статистика по насилию в стране увеличилась на 65%. По республике зарегистрировано 38 семей, где имели факты жестокого обращения. За помощью в территориальные подразделения Министерства труда и социального развития обратились 155 человек. Им была предоставлена дистанционная психологическая помощь. В целом причиной насилия является безработица, алкоголизм и недопонимание. В числе подвергшихся насилию есть и дети. По данным Министерства труда и соцразвития, в прошлом году насчитывалось более 85 тысяч детей, у которых родители находятся за пределами республики на заработках. Из них около 40 тысяч воспитываются у родственников или знакомых без оформления документов на опеку. Специалисты отмечают, что чаще всего именно дети мигрантов подвергаются жестокому обращению. Для их безопасности соответствующие ведомства ведут работу с семьями, где они воспитываются. Выявлено 17 детей, подвергшихся жестокому обращению и насилию со стороны лиц, у которых они воспитываются и вообще подвергшихся жестокому обращению. 300 детей у нас выявлено детей мигрантов, которые не имели свидетельства о рождении. На сегодняшний день эти дети, как и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, с ними проводится работа. В первую очередь выясняется, вообще проводится разъяснительная работа с родственниками этих детей, восстанавливается свидетельство о рождении. Разрабатываются планы индивидуальной работы с ребенком. Подвергшиеся насилию не должны замалчивать проблему, говорят психологи. Для сохранения своей безопасности необходимо выполнить следующие действия. Проконсультируйтесь со специалистом кризисного центра. Не скрывайте ситуацию насилия. Необходимо быть на связи с родственниками и друзьями. Предупредите соседей и попросите их вызвать милицию, если они услышат продолжительный шум или крики о помощи из дома. Все остальное потом. Помните, вы можете покинуть дом, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность. И не забудьте позвонить в милицию. Поддержку и помощь пострадавшим оказывают в 17 кризисных центрах. Также жертвы насилия могут обращаться в милицию или по телефону доверия Министерства труда. И он, конечно, захочет отрезать общение с ней, ее подружек. Потом начинается следующее. Ему не нравится ее работа, то, что она работает. Милая, любимая, но я же с тобой все время. Я же зарабатываю. Зачем тебе зарабатывать? Да и зарабатываешь ты, господи, что там, копейки. Сиди лучше дома. Сиди дома. Ты лучше жди меня из дома. Я с работы приду, а ты сидишь дома. Мне это будет приятно. Мне это будет приятно. А тебе? Об этом вообще речи нет. Что тебе приятно? Об этом вообще речи нет. По действующей коррекционной программе жертвам насилия выдается временный охранный ордер. Он запрещает насильнику контактировать и общаться со своей жертвой. Если насильник нарушит условия ордера, его привлекут к административной ответственности. Но мое мнение, как специалиста, за месяц, конечно, человеку недостаточно вот этого, этой психологической программы. То есть, возможно, как бы коррекционную программу лучше продлить. Может быть, сроки временного охранного ордера стоит продлевать. Либо, скажем так, если семья примирилась на этапе досудебного производства, то, конечно, коррекционная программа в любом случае должна действовать. Специалисты кризисных центров говорят, что для предотвращения числа жертв пришло время вносить изменения в коррекционную программу. Отметим, что Джигурку Кенешем был принят законопроект, который позволит органам внутренних дел задерживать на 48 часов подозреваемых в семейном насилии.